Проникновение в душу человека, чтобы душа откликнулась, что Слово Божие живо и действенно. Бои, Неса и Сына, и Святого Духа, аминь. Мир вам! Итак, переходим на сайт Игнатия Тихоныча Лапкина к истинному православию, вернее, во свете Библии. Я обычно так перехожу через запрос в поисковике к истинному православию, потом кликаю на главную, и вот я уже на сайте. Здесь представлены то, что не представлено ни на одном сайте, в принципе, в мире. Очень богатый сайт, есть ссылки на видеоканал Игнатия Лапкина во свете Библии, есть на текстовые материалы, все книги и издания Игнатия Тихоныча Лапкина для скачивания в электронном виде. Пожалуйста, Новый Завет. Сколько томов тут? 33 представлено. На самом деле у него больше 33 томов изданы. Но не об этом речь, а сегодня мы по благословению Игнатия Тихоныча начнем начитывать вопросы, ответы на вопросы. 4124 ответа по темам, 55 тем, 55 папок. Игнатий Тихоныч говорит, что это самое ценное, что есть на сайте. И это в первую очередь нужно озвучить, чтобы это было доступно как можно большему количеству людей. Я решил выбрать тематику «Семья». Итак, «Семья». Ответы на вопросы по теме «Семья». Здесь вопросы со 130 по 154 из тома первого страницы, 132 по 150. Вопрос 130. 1 Коринфянам 7 глава 37 стих. «Но кто непоколебимо тверд в сердце своем, и не будучи стесняем нуждою, но будучи властен в своей воле, решился в сердце своем соблюдать свою делу, тот хорошо поступает». К кому обращены слова «соблюдать свою делу»? Вопрос. Ответ. Игнатий Тихоныч Латкина. Власть отца по закону Моисея и по обычаям Востока безгранична. При важных событиях отец обещал любому свою дочь, если тот захватит город или совершит иное важное событие. 1 Маковейская 10 глава 54 стих. «Итак, заключим теперь дружбу между нами, и ты дай мне дочь твою в жену, и буду я тебе зятем, и дам тебе и ей дары, достойные тебя». 1 Маковейская 11 глава 10 по 12 стих. «Я раскаиваюсь, что отдал ему дочь мою, ибо он старался убить меня, и, отняв у него дочь свою, отдал ее Димитрию, и стал чужим для Александра, и обнаружилась вражда их». Сираха. 7 глава 27 стих. «Выдай дочь в замужество, и сделаешь великое дело, и подари ее мужу разумному». Тавита, 7 глава 11 стих. «Я отдавал свою дочь семи мужам, и когда они входили к ней, в ту же ночь умирали». 1 Царство, 17 глава 25 стих. «И говорили израильтяне, видите этого выступающего человека, он выступает, чтобы поносить Израиля. Если бы кто убил его, одарил бы того царь великим богатством, и дочь свою выдал бы за него, и дом отца его сделал бы свободным в Израиле». «Данный, даже данный Богу обет дочерью, отец имел право снять. Отец решал, выходить ей замуж или нет. Апостол Павел пользуется понятиями, проистекавшими из прав отца над дочерью, как рабовладельца над рабыней». Числа, 30 глава, 6 по 15 стих. «Если же отец ее, услышав, запретить ей, то все обеты ее из-за роки, которые она возложила на душу свою, не состоятся. И Господь простит ей, потому что запретил ей отец ее. Если она выйдет в замужество, а на ней обет ее, или слово «уст» ее, которым она связала себя, и услышит муж ее, и, услышав, промолчит, то обеты ее состоятся, и зароки ее, которые она возложила на душу свою, состоятся. «Ежели муж ее, услышав, запретит ей, и отвергнет обет ее, который на ней, и слово «уст» ее, которым она связала себя, то они не состоятся, потому что запретил ей муж ее, и Господь простит ей. Обет же вдовы и разведенной, какой бы она ни возложила за рок на душу свою, состоится. Если жена в доме мужа своего дала обет, или возложила за рок на душу свою, склятвою, и муж ее слышал, и промолчал о том, и не запретил ей, то все обеты ее состоятся, и всякий за рок, который она возложила на душу свою, состоится. «Если же муж ее, услышав, отвергнул их, то все, вышедшее из уст ее, обеты ее, и зароки души ее, не состоятся. Муж ее уничтожил их, и Господь простит ей». Всякий обет и всякий клятвенный за рок, чтобы смирить душу, муж ее может утвердить, и муж ее может отвергнуть. Если же муж ее молчал о том день за день, то он тем утвердил все обеты ее, и все зароки ее, которые на ней утвердил, потому что он, услышав, молчал о том. Сегодня у нас отец имеет право только совещательного голоса, добровольно она выходит замуж или нет, она самостоятельно свидетельствует о том, перед венцом. Богу нашему слава, вовеки, аминь. То есть это оживление этих вопросов.